МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники проекта. Чебоксарский медицинский колледж. Чувашский государственный университет имени Ульянова. Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственные службы при президенте России. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Здравствуйте! В эфире реалити-шоу «Отличные студенты». В нашей программе четыре представителя разных учебных заведений будут бороться за звание самого лучшего студента. Сегодня участники впервые увидят друг друга. А совсем скоро начнутся первые испытания. О том, что это будет, я расскажу с их позже. А пока давайте познакомимся с нашими участниками. Петр Рязанов – 18 лет студент Чебоксарского медицинского колледжа. Председатель студсовета. Считает, что медицина – это его призвание. Еще одно любимое занятие Петра – организация мероприятий в колледже. Ответственный и добрый – так характеризует студента его мама. И он с ней согласен. В том году я участвовал и занял третье место. Но в этом году я посчитал нужным поучаствовать снова и занять первое место. Все парни достойны победы, конечно, даже есть с моего родного города. Но я думаю, все-таки я выиграю. Виктор Сидоров – 18 лет. Студент Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Всем доверять нельзя, считает Витя. Поэтому друзей у него немного, но зато самые верные. Любит танцевать, играть в баскетбол, волейбол, бегать. Нравится девушкам. По крайней мере, он так считает. В будущем видит себя в должности министра спорта страны. Спорт меня привлекает. Я сам спортсмен, занимаюсь спортом и хотел продвигать его. Я решил представить свою академию, чтобы ее знали. Ну и научиться каким-то, ну чему-то новому здесь. Никита Никитин, 21 год. Студент Чувашского государственного университета имени Ульянова. Любит математику, хип-хоп, видео и фотомонтаж. Мечтает путешествовать и пожить в Италии. Талантлив во всем и может взяться за любой творческий проект. Это что-то будет необычное, это точно. Будет много возможностей себя привезти. Я чувствую, что я смогу постараться и выложиться. Святослав Самойлов, 19 лет. Студент Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Коммуникабельный, активный, веселый. Так сам себя характеризует Святослав. А еще он любит животных, увлекается музыкой, пишет песни, играет в КВН. Учится на кинолога, но возможно станет нашим коллегой. Святослав хочет работать с редактором на телевидении. Работая на телевидении, я вижу себя корреспондентом, потому что очень люблю ездить, освещать разные события. Ну и у меня прекрасная дикция. Я участвую в конкурсе для того, чтобы победить и, конечно же, хорошо представить свою академию. Я люблю всякую активную деятельность и этот проект очень интересен для меня, потому что тут много интересных вещей. Пожалуй, ни одно достижение цивилизации не ценится мужчинами так высоко по всему миру, как автомобиль. Он придает владельцу статусность и демонстрирует такие черты характера, как целеустремленность, уверенность в своих силах и тягу к обладанию недешевым удовольствием. С возрастом интерес к автопрому увеличивается, аппетиты тоже. А что знают о машинах отличные студенты и как они в них разбираются? Что ж, это мы и выясним сегодня. Ну что, ребят, первый конкурс проекта «Отличные студенты» пройдет прямо сейчас. Надеюсь, вы к нему готовы. Состоять он будет из трех этапов. Про этапы мы вам расскажем чуть позже. Это Андрей Владимирович, замдиректор автошколы «Профессионал». Именно он сегодня будет вас тестировать. Что задание нас ждет? Задание будет стоять из трех этапов. Первый этап – это сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения. Необходимо будет ответить на 20 вопросов. Победитель будет определен по количеству правильных ответов. Можете приступать. Всем задание понятно, да? Ну тогда поехали, проходим. Как выглядит знак «Опасный поворот»? Когда нужно пропускать другую машину? В каких случаях можно пересекать сплошную линию? Правила дорожного движения должен знать каждый автолюбитель. Вот и наши участники, как будущие водители, пробуют свои силы. Сколько правильных ответов наберет каждый из них? В принципе, интересно, учитывая то, что на права не обучался. И с правилами так чисто не очень знаком. Меня порадовал первый конкурс, потому что я раньше не сталкивался с билетами по ПДД. И сдал удовлетворительно для меня. Но так как первый раз вообще решаю билеты, я считаю, что я сдал даже очень хорошо. Впечатление очень понравилось. На сколько вопросов смог ответить? На 6. На 6 неправильно. Почему неправильно ответить? Незнание. Ну, не знал, как правильно ответить. Не приготовленный был. В принципе, я имею опыт сдачи экзамена по вождению. Я его не сдал там с первого раза. Именно в теории три ошибки было. Ну, сейчас я так плохо сдал, плохо. Ну, считай, давно это было. И реформы всякие все-таки, новые вопросы какие-то появились. Их я не знаю. И все-таки там вопросы четные, нечетные. Это сложно запомнить. Опыта больше всего, но, думаю, это не решается. Итог первого этапа нашего конкурса. Больше всего правильных ответов дали сразу два участника. Студент Чебоксарского медицинского колледжа Петр Рязанов и Никита Никитин, представитель ЧГУ имени Ульянова. Каждый из них правильно ответил на 15 вопросов из 20. 14 верных ответов дал студент Чебоксарского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Виктор Сидоров. А Святослав Самойлов, представитель Чувашской сельскохозяйственной академии, ответил правильно на 13 вопросов. Так, ребят, ну что, с первым этапом вы справились? Справились, я могу сказать, что успешно. На горизонте второй этап. Какое будет задание, вам сейчас расскажут. Ребят, вы должны будете проверить уровень технических жидкостей в автомобиле. И правильно указать, где что и находится. Будем подходить по одному. Задание понятно? Да. Ну что, Петя набрал больше всех баллов в прошлом этапе, поэтому, Петя, ты первый. Проходи. Моторное масло, масло для гидроусилителя руля, охлаждающие тормозная стеклоомывающие жидкости. Куда их заливают и как определить их уровень? Сейчас мы узнаем ответы на эти вопросы. Вы должны показать, где какие жидкости находятся в автомобиле и по возможности проверить их уровень. Можете приступить. Так, ну сюда заливается масло, которое смазывает детали двигателя. Хорошо. Вот это вилка. Где еще масло? Где? Уровень. Где? Двигателя. Хорошо. Это бачок, куда заливается антифриз. Антифриз служит для охлаждения двигателя, работы двигателя. Хорошо. Еще что знаете? Сюда заливается либо незамерзайка, либо простая вода. Вот тут определяется уровень. Я забыл. Уровень масла чего? Они разные, да? Да. И там, и там разные, да? Я так понимаю. Ну, может... Никому, пожалуйста, здесь протрите, салфетка. Салфетка протрите, я обратно засусь. Сейчас. Ну, может быть, все-таки это верхний цилиндр или нижний? Не знаю. Все хорошо, я помню ваше знание. Позовите следующего. Ну, я думаю, все-таки я справился на отлично. Раньше не приходилось мне узнавать, сколько масла, допустим, в двигателе, или сколько антифриза. Но я думаю, все-таки хорошо я справился. Сколько смог назвать? Всего 4 жидкости. И то, возможно, не точно. Из 5 жидкостей Петя угадал только одну. Самая простая, наверное, жидкость – это вода или незамерзайку еще туда заливаются. Хорошо. Здесь у нас... Пальцы показывай, пожалуйста, не просто. Вот. Здесь что находится? Незамерзайка, либо вода заливает. Вот здесь или вот здесь? Стеклоомыватель. Здесь, да? Хорошо, ладно, здесь, понятно. Ну, вот сюда заливать тоже что-то нужно. Нужно. Что это? Так, ну, трубочки подсоединяются к двигателю. Все. И что там еще? И эквезиатор уже. Я даже не знаю, что это. Ну, если не знаю, то не знаю. Хорошо, ладно. Мне кажется, я справился довольно хорошо. Но, скорее всего, я не первый такой, кто скажет, что все-таки нужно собственную машину иметь, чтобы правильно, точно отвечать. На теорию, может, ты даже и знаешь, но это нужно на практике попробовать. Никита угадал только одну жидкость. Все остальные он, к сожалению, не угадал. Стекло-молодец. Молодец. Ну, если не ошибаюсь, антифриз вроде бы. Молодец. Так. Так, и... Это не помню, не могу сказать. Ну, ладно, хорошо. Все, закончили. Молодец. Сколько он назвал все? Всего три. Все что, знал? Ну, грубо говоря, да. В интернете спелкать смотреть? Нет. Нет. Если участвовать, то участвуй честно. Для себя. Я надеюсь, что все три я угадал правильно. Из пяти возможных жидкостей Виктор угадал две жидкости. Ну, к счастью, справился для него лучше, чем другие. Он угадал стеклоомывающую жидкость и антифриз. Укажите, пожалуйста, где и какие жидкости находятся в автомашине. И, по возможности, укажите их уровень. Так. Масло. В этом бачке. Жидкость для гидроусилителя руля. Уровень по бачку определяется? Да, да, да. Только он грязный. Я здесь немного не могу понять. А это был не уровень масла в коробке. Молодец, молодец. Ну, я надеюсь, прошел очень хорошо, потому что старался. Несмотря на то, что устройство автомобиля я не очень знаю. Так как сам не владею автомобилем. И, в принципе, на права тоже не обучался. Но надеюсь, что хорошо. Назвал, если я не ошибаюсь, то шесть жидкостей. И пять из шести точно правильно. Так что все довольно оптимистично. Микрослав справился лучше всех. Он угадал четыре жидкости, всех возможных. Ребята, ну что, второй этап нашего первого конкурса подошел к концу. Его результат я могу видеть уже сейчас. Больше всех правильных ответов сегодня дал Святослав. Ребята, теперь смотрите, что где находится. Здесь находится тормозная жидкость. Ее наличие и уровень определяется по корпусу. Там есть определенные риски. Здесь находится щуп для проверки наличия масла в автоматической коробке передач. Ну, в данном случае здесь, потому что машина автомат у нас. Масло определяется по щупу. Там тоже есть риски. Смотрим по минимуму или по максимуму. Должно всегда быть посередине. Здесь находится щуп проверки масла в двигателе. Проверяется наличие масла по щупу. Там есть определенные риски. Масло должно находиться посередине. Здесь находится жидкость гидроусилителя руля. Для того, чтобы работал гидроусилитель. Определяется наличие масла также по корпусу, по минимуму или максимуму. Смотрим, должно быть посередине. Здесь находится охлаждающая жидкость, антифриз или тасов. Тоже определяется по корпусу. Смотрим по риске. Должно быть посередине. А здесь находится стекло-помывающая жидкость. Но уровень тут не предусмотрен, просто уже определяется по факту. Если бы вода окончилась, соответственно, мы просто доливаем. Все, в принципе, все, что мы должны были знать. Итак, ребят, третий этап нашего первого конкурса, это, пожалуй, один из самых сложных этапов. Вам нужно выполнить упражнение на автодроме. Все готовы? Да. Стаслав, ты первый. Без проблем. Все, пошли. Что такое автодром, знает каждый водитель. По сути, это та же проезжая часть, на которой просто нет других машин. Именно здесь большинство людей впервые садятся за руль, заводят машину, трогаются. И глохнут каждый автодром, должен быть сконструирован таким образом, чтобы здесь можно было отработать первичные навыки вождения. Собственно, этим и займутся наши студенты. Эстакады, развороты, змейка – все эти элементы должен выполнить каждый отличный студент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сильно вроде бы нигде не нарушил, старался, вот. В целом, думаю, что все хорошо. Сложность была со змейкой, потому что я боялся зацепить полком машины, потому что габаритов машины я не чувствовал вообще от... Нет, я бы услышал, надеюсь, ну и плюс инструктор бы сказал. Вот. И еще, единственное то, что в принципе нет опыта в вождении, поэтому было непривычно. Ну, как видите, машина целая, значит, справился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально проехал? Ну, что? Да, все хорошо. Мне очень все понравилось на автоматической коробке передач. Это у меня лично первый опыт. Я раньше катался на механической. Отец давал, друг давал. Но на автоматике я в первый раз как бы... Ну, мне лично понравилось. Я думаю, с испытанием я справился хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Был довольно непривычно, если взять учет то, что я учился на механике, а тут всего так... Две педали, все-таки странно, неудобно. Ну, привык, получилось, мне понравилось. Задачи справился, считаю. Был крыто. Так, объясните. N – нейтралка, R – задний ход, D – движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я сегодня первый раз ездил на машине. с коробкой автомат. Мне это очень даже понравилось. Никаких трудностей не было. Возникло у меня только с коробкой передачи. Я сначала не смог разобраться, а потом, как инструктор объяснил, я понял и прошел отлично. Ну, ребята, меня приятно удивили. Все выполнили упражнения безупречно. У меня нареканий нет. Я думаю, что остается только немного им потащить свои навыки. И можно уже упускать, как полноценных водителей. Ну что, отличные студенты, первый конкурс подошел к концу, и мы уже готовы огласить результаты. Итак, барабанная дробь. Сейчас я объявляю победителей первого конкурса. И им стал Святослав Самойлов, представитель Вашей сельскохозяйственной академии. Ура-ура, все похлопали. Конечно, рад, как можно не радоваться. Потому что соперники тоже достойные ребята, и я боялся то, что они окажутся сильнее меня, но все равно равный бой. Как дальше их можешь победить? Ну, сначала нет, когда был первый конкурс, связанный с правилами ПДД и сдачей теста, потому что, как я уже говорил ранее, не знаю их. Но сейчас у меня прям даже настроение поднялось. И что я хочу сказать? Учить английский язык, он реально помогает, даже если вы многого не знаете в устройстве автомобиля. Вот на такой позитивной ноте наше сегодняшнее испытание подошло к концу. Какие конкурсы ждут участников в следующий раз, и смогут ли они с ними справиться? Что ж, узнаем через неделю на национальном телевидении Чуваши. Субтитры сделал DimaTorzok